Сдача ЕГЭ-2016 не претерпит серьезных изменений. В следующем году будут продолжены нововведения, начатые в 2015 году. Они касаются экзаменов по математике, иностранному языку и пересдачи основных предметов. Об этом рассказали сотрудники окружного образования на специальной пресс-конференции, посвященной предстоящему ЕГЭ. Так, обязательный экзамен по математике будет разделен на два уровня – базовый и профильный. Какой уровень выбрать, решает сам выпускник в зависимости от будущей специализации. Сдающим ЕГЭ по иностранному языку предоставится возможность получить дополнительные баллы за раздел говорения. За успешную сдачу письменной и устной частей выпускник может получить 100 баллов. Также был введен так называемый сентябрьский период. В сентябре месяце те, кто не смог сдать в основной период, они могли пересдать в сентябре. Кроме того, в сентябре могли еще прийти выпускники прошлых лет, которые решили улучшить свой результат по математике и по русскому языку. Также постепенно из контрольно-измерительных материалов будет исключаться тестовая часть. Это позволит оценить творческое мышление и процесс решения той или иной задачи выпускником. При этом уровень сложности заданий остается прежним. В общем-то у нас все на одном уровне примерно. Примерно все на одном уровне. У нас дети хорошо сдают русский язык, традиционно хорошо сдают русский язык. Есть над чем работать по математике. Хорошо сдают историю, общество знания. Выбирают дети физику, сдают. Но работать есть над чем. И педагогам, и учителям, и родителям. Желающим сдать единый госэкзамен в 2016 году необходимо подать заявку до 1 февраля. Кстати, уже сейчас можно ознакомиться с проектом расписания экзаменов на официальном сайте ЕГЭ.